всем хай всем привет короче по центре я сейчас вас не буду нихуя отвлекать блять потому что у меня только история только с этим сегодня связано ну значит рассказываю вам true stories и обосрорисы я вчера должен был забирать рано в нину не рано 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 наверное для вас до для школьников до себя тоже рановато в 12 я должен был встать для того чтобы встретить соню с вокзала она обычно оттуда привозят миллион всего там типа маринованные всякие грибы чё-то еще короче уезжает туда с одним пакетом и одной сумкой а возвращается 10 пакетов привозит обратно вот ну короче ложился спать поиграл в brawl stars просто у ел реально ну мне вот этот персонаж очень понравился я за него нагибаю правда начали уже более скилловые мне игроки попадаться я уже там начал сосать под конец вот но видимо сколько-то кубков набрал и кидает уже к таким иногда прикольным чувачкам вот но все равно очень прикольно вот этот перс я даже не ожидал то что он мне понравится я видел да ну когда против меня он попадался я видел то что меня убивают думаю ничего себе вот это перс так так еще редко встречается теперь я за него только играю там нагибаю ну как эдгар мне выпал собственно чтобы было нормально вот ну я такой думаю ну перед сном читану читану кая блять читану нахуй вот открываю даже не специально я просто случайно попадаю на новость о том что ну все бэтмена не будет которого я ждал блять вот до этого я уже прочитал то что диснея не будет никакого про sony я только сегодня узнал ну короче то что мы теперь ну я супергероев вы знаете я очень люблю супергероев короче нихуя не увижу никаких супергероев блять но и и это во мне запустило так сказать поток мыслей как всегда блять но вы понимаете вот рассуждению себя в голове я подумал ну блять надо попробовать лить спать я не мог заснуть я думал обо всем подряд ну прям пиздец блять тяжело было я просто не смог заснуть я понял то что я буду ну просто выматывать себя бравл-старсом блять и я играл в бравл-старс до в бравл-старс пока просто не отрубился вот ну наигрался такой лег заснул нормально но правда не выспавшийся целый день но чтоб вы понимали я так поздно стрим начал потому что я просто спал значит по центре ну у меня какой был план вообще вот реально у меня был план это то что завтра что-то решится вообще вот завтра будет понятнее завтра я посмотрю во первых бэтмена я даже думал стрим отменить просто чтобы бэтмена посмотреть да ну пойти там проснуться пойти посмотреть бэтмена и только по ну типа поздний стрим начать какой-нибудь и также завтра я думал что я получу загранпаспорт как оказалось я его не получу мне даже сказали то что он больше месяца делается или что-то вроде того мне дело в том что пришло оповещение типа оплатите квитанцию какую-то госпошлину приходите в мвд вот для создания фотокарточки и принесите с собой такие-то копии документов но я подумал ну блять я все это принесу до меня сфоткают прям там кстати прикольно почему они там копии сделать не могут раз у них уже ну цивилизация дошла до того чтобы ну фотоаппарат видимо вы в мвд изобрели ему меня там могут сфоткать но принтер видимо пока не изобрели вот я подумал то что я завтра приду туда у меня должен быть какой-то загранпаспорт с электронным носителем или что такое я думал может быть это вообще там карточка или какой-то ну крутой загранпаспорт вот а потом как мне сказали короче ничего не будет я завтра только приду все там сдам что-то еще будут спрашивать и потом я должен буду ждать типа месяц или что-то вроде того прикиньте вот короче по этому поводу завтра ничего не решится этого бэтмена завтра я не посмотрю блять вот ну и короче ну и все блять вот еще тут говорит вот нормально шо-шо дальше произошло ни хрена я вот это вот не выспался да я поспал я не знаю ну часа четыре поехал соню забирать блять что-то сегодня холодно было забираю соню привез ее домой покушали и соня легла спать я поехал к психологу приезжаю психологу короче слишком рано приехал пришлось гулять иду просто по улице ну чтобы время потянуть о чем не делать или стоять между это месте да вижу машина стоит какая-то из нее флаги торчат флаг но огромный гигантский флаг из машины торчит там вдоль но вот так вот флаг да и вот так вот каждая линия это типа георгиевская ленточка и и путин на фоне георгиевской ленточки вот я такой непонятно прикольно а с другой с другого окна просто типа российский флаг торчит я захожу короче к психологу но уже настало время захожу к психологу говорю здрасте он говорит здрасте садитесь я сел короче что-то смотрю на неё она на меня смотрит ну и мы все понимаем ну о чем речь пойдет типа я я говорю типа а скажите пожалуйста честно мне скажите ну понятное дело то чтобы вам кто обращается да кто к вам записан они все обсуждают одну и ту же тему не заебались ли вы потому что вы сейчас будете со мной ту же самую тему обсуждать вот она говорит ну я должна помогать людям я получаю удовольствие когда людям помогаю и тем более когда со мной делятся проблемы я тоже так или иначе делю делюсь и поэтому становится легче вот я такой ну тогда типа поехали блин вот ну и я и начал рассказывать но дело в том что в прошлый раз когда мы у нее были ну когда я у нее был я и рассказывал о том что ну тогда еще не было никаких военных вот этих операций да и я уже тогда с ней разговаривал я говорил типа мне страшно и мне страшно то что я сойду с ума вот и в этот раз мы я прихожу ну все понятно сразу все понятно что одну то о чем мне было страшно она вот произошло и теперь надо с этим как-то работать ну и короче потратил потратили мы вот это целый час насчет того что но поговорить на эту тему кучерявую вот поговорили пойду я наверно психа психиатру или что-то вроде того будет мне выписывать таблетки от какого-нибудь этой хуйни как его но противодепрессанты или как антидепрессанты мне чтоб я просто не сошел с ума я боюсь сойти с ума она мне сказала то что она мне может посоветовать какого-то чела я не знаю от нее я пойду или у меня есть еще один доктор который диетолога может пойду вот но я просто я реально боюсь сойти с ума вот потому что читаю читаю новости я чувствую себя нестабильно ну в итоге мы с ней разговаривали да и она у меня спрашивает а в какой момент в какой момент ты поймешь то что ты с ума сошел я говорю я пойму в тот момент когда я ну типа буду убивать людей вот я я тогда пойму что я сошел с ума вот она говорит ну похоже на возможно сумасшествие собственно пойду когда-нибудь я просто сказал ей я хочу ничего не чувствовать я не знаю как ну типа возможно это или невозможно как это препаратами там где медицинскими это делается я просто хочу ничего не чувствовать может быть я буду на стримах ну реально ну типа овощем я буду без эмоциональным но лучше будет так чем я сойду с ума вот если если есть таблеточки которые будут делать меня без эмоциональным лучше это сделать сейчас вот потом мы еще с ней болтали обо всяком и уже под конец занятия она говорит ну давайте я сейчас сделаю выводы о том о чем мы сегодня с вами разговаривали все дела говорит я вот себе записала то что вы когда делитесь проблемами вам становится легче а я и сказал то что типа слушайте до вас был прям просто пиздец но мы с вами поболтали мне прям легко стало но дело в том что сейчас раз в неделю мне ну типа психолог не поможет мне надо но я не знаю мне наверное надо два раза в неделю там типа каждые три дня ходить к психологу чтобы ну просто не охуеть она мне говорит я вижу то что вы когда делитесь своими проблемами вам становится легче и я говорю нет она говорит объясните и тут мне блять как накатило я как начал блять плакать у нее потому что я понял то что ну вот я вот последние дни я вот отвлекаюсь до всего на стримах вам все равно что-то рассказываю и это не помогает с вами не 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 помогает мне это я реально начинают но чувствует то что я двигаюсь блять я просто двигаюсь кукухой короче что я поплакал у нее она говорит я вижу что вам она сказала мне короче каким образом дышать и все такое плюс я еще рассказал то что почему-то почему-то у меня в последнее время я романтизировано вспоминаю про то как я терял сознание то что мне как будто это понравилось и но она это характеризовало что это возможно то что я хочу сбежать от реальности которая вокруг меня крутится и научила меня дышать правильно собственно по центре мне рассказали то что как бороться с этой хуйней оказывается во времена стресса сейчас времена стресса как вы понимаете поджелудочная железа вроде вырабатывает гормоны стресса и все такое и но он просто должен в тебе растворяться это не просто в голове мысли он но это гормон стресса какой-то я забыл его название оказывается он убивается спортом ну значит я буду заниматься спортом я я не знаю либо я там опять буду бегать либо я пойду в спортзал либо что-то такое ну видимо я буду заниматься спортом если не поможет я буду пить таблетки которые ну просто меня сделают без эмоционального да какая разница нахуй ну я понимаю я по нему я типа знаю но дальше от сумасшествия меня это не сделает сейчас вот нормально плюс еще из-за всего происходящего я начал думать раз что-то сделать не в моих силах да очень многое сделать не в моих силах по как вы понимаете чего я бы хотел бы сделать то надо каким-то образом работать над собой я думаю сейчас может быть я напишу какой-то список того что я хочу поменять в себе я хочу ну может быть реально удариться в спорт но я боюсь ударяться в спорт только по одной причине то что пока ты бежишь ты один со своими мыслями и ну ты просто сам перед собой я этого не хочу я боюсь этого я смотрю любые видео и по центре любые ну типа любые развлекательные видео лишь бы не вы поняли ну и вот будет спорт хочу бросить вейпы и наверное я побыстрее попробую запустить сп просто чтобы там играть я планирую удариться либо ну короче все время что-то делать у меня на данный момент такой план просто все время что-то делать лишь бы не было бы даже времени или сил прочитать новости и полностью себя попробовать оградить от них полностью это не получается я буду пытаться не читать я просто по центре шопа понимали я не буду знать не буду знать что происходит я правда я не хочу вот так поэтому ну буду ебашить что-то да вот там наруто майнкрафтер если ты жестко ебашишь на мысли нет времени ну вот буду жестко ну чё-то ебашить буду по расписанию жить не не очень люблю это делать но ну наверное буду жить по расписанию чтобы ну просто не было времени не было времени ни на что как-то я не могу звонить друзьям и высказываться поэтому я и заплакал вторая причина который не говорить не хочу собственно так симулятор стримера пойдем симулировать стримера ну я блять я я как хуёвый стримера должен отыграть нормального пойдем уже третий день я хотел запустить пойдем туда